добрый день продолжаем рассматривать программу за c61 так единственный момент на закладке общее прошлый раз в предыдущем видео то есть мы не смогли забить потому что это поле только для чтения то есть темно-зеленые сбиваться могут только либо светло-зеленые либо белые поля так ну да ладно продолжаем следующее закладочка материала осталось без изменения то есть принцип как здесь заполняется можно посмотреть в программе OZC 5.0 тоже самое касаемо ограждений тоже можно посмотреть в программе OZC 5.0 так ну и единственное что изменилось это в дальнейшем а именно то есть вот мы тут забивали этажи ну и помещения ввиду того что помещения мне не нужны я их просто удалю так я оставлю только этажи и покажу в чем отличие так вот я удаляю все так ну и последнее помещение чердака тоже так вот у нас остались этажи то есть на основных данных этажи то есть мы оставим без изменения так и вот тут вот нам вот дают уже уровень кровли который мы можем изменять то есть ну кровли на подвале нету поэтому оставим без изменения то есть сбивается в принципе закладочка основные которая появляется то же самое единственное то что мы сделали по умолчанию здесь вот и осталось то есть высота по полтора метра ну и 20 градусов угол наклона крыши так дальше здесь вот появилась закладочка на этажах план для чего нужна эта закладочка то есть здесь мы можем отрисовать ваше ограждение непосредственно выводя рисунки ваших планов то есть вот появляется меню здесь можно отрисовать это наружную стену примыкающей грунту наружную стену окно входная дверь внутренняя дверь внутреннее окно внутренняя дверь проем стене дальше то есть здесь вот ломаные рисуются дальше пол пол возле курсора то есть различные варианты проем в полу если есть у вас там погреб или еще что-то либо крышу дальше мансардное окно отрисуем зону помещений зону помещений возле курсора дальше роза ветров направляющие сетки ставить рисунок так ну и склеивание нескольких рисунков так дальше графика здесь просто отображение без каких-то расчетных данных ну и правка здесь можно править слои остановимся на плане и так чего начинаем то есть вот мы заходим вставка рисунки нажимаем то здесь может возможность сканировать либо взять из буфера обмена если вы например работаете в каких-то кат системах так ну мы возьмем из файла а именно тот рисунок который у нас вот есть так ну и вот его берем вот появляется меню в котором этот рисунок можно обработать так здесь сканировать из буфера обмена то есть другие рисунки ставить то есть вот мы открываем при помощи кнопочки выровнять масштабировать вот у нас появляется поле теперь нам нужен первый план здесь есть различные инструменты сетку увеличить уменьшить рука почистить дальше выравнивание рисунка масштабирование и так далее то есть нам нужно обрезку ну и тут еще отображение различное вверх-вниз дальше поворот рисунка чтобы у вас была та сторона света у меня сторона света совпадает поэтому мы сейчас обрежем рисунок возьмем первый план со всеми размерами так ну и вот появляется кнопочка напишем выполнить обрезку вот у нас появился план следующее действие нам нужно взять горизонтальный масштаб то есть мы берем размер от и до который он нам дам если что мы здесь он даже может подредактировать правильность так ну и пишем здесь сколько у нас метров по горизонтали у нас 10 метров так выполнить команду по горизонтали так следующее действие опять только единственное отличие брать раньше брали горизонтальный размер сейчас берем вертикальный вот мы отмерили здесь тоже можно выровить при желании так ставим опять 10 метров так выполнить команду масштабирование все как только вы задали линейные размеры дальше нажимаем окей так нажимаем окей так и вставляем рисунок в это поле то есть вот он у нас отобразился с нашими размерами так ну и следующее действие начинаем отрисовывать ограждающие конструкции начинаем с пола то есть открываем закладочку нажимаем на кнопку панельки выпадает меню то есть и выбираем выбираем то есть пол подвала и начинаем отрисовывать то есть программа сама вам помогает так и вот мы отрисовали пол подвала следующее действие нам нужна наружная стена в руке то есть выбираем соответствующую кнопочку ну и начинаем ее отрисовывать да вот в программе какой-то глюк то есть достаточно нажать какой-нибудь ползунок вертикальный либо горизонтальный и тогда у вас при помощи колесика осуществляется масштабирование значения либо уменьшения так вот мы практически отрисовали тут закрываем подождение так нажимаем escape либо на эту стрелку ну и в данный момент то есть у вас идет отрисовка ваших элементов конструкции в 3d модели и в одной из проекций которые можно изменять так дальше после того как мы нарисовали наружную стену мы начинаем рисовать наружную стену в грунте начинаем рисовать наружную стену которая выступает с поверхности земли до пола первого этажа так ну и последняя так ну и здесь сразу отображается что мы сделали так вот все что мне нужно на плане подвала то есть я отрисовал то есть у меня здесь внутренних стен не было было все голое пространство так спасибо за внимание до следующего видео где мы рассмотрим как отрисовывать план первого этажа